За правопорядком теперь будут следить общественники, студенты и кадеты. По всей республике впервые стартовал проект «Каупсискала». На своеобразном форуме молодежь вместе с сотрудниками департамента полиции разрабатывала идеи по устранению разных социальных проблем. Подробнее в нашем сюжете. Проект станет комплексным и многогранным подходом к обеспечению безопасности и порядка во всех сферах общественной жизни. Его участники будут активно бороться с вандализмом и хулиганством. Они будут проводить рейдовые мероприятия не только по паркам и скверам, но и по развлекательным заведениям совместно с ювенальной полицией. Разделяться будут у нас на несколько групп. Эти группы будут работать именно по профилактике правонарушений в парках, скверах. Будут работу проводить с жертвами, именно психологи семейного бытового насилия. С агрессорами будут встречаться в рамках, содержащихся специальных приемников. Будут проводить рейдовые мероприятия совместно с ювенальной полицией по кафе, ресторарам и другим увесительным заведениям. Это клубы, компьютерные клубы в том числе. В рамках обширного мозгового штурма команда «Зарины» несла свой вклад в поиск инновационных идей для решения проблем буллинга и наркопреступности. Хотели бы предложить сделать такое шоу, где будут приглашены те жертвы, которые подвергались буллингу, также те люди, которые употребляли наркотики. Если у человека будут психологические какие-то трудные моменты, то, конечно, человек может обратно вспомнить свое время и также уже начать употреблять наркотики. И если будут постоянно такого телешоу, в котором будут говорить, будут подниматься эта тема постоянно, то, мне кажется, мы думаем, что отчасти эта тема спадет и не будет таких уж глобальной темы. А команда «Асана Кулахметова» активно обсуждала тему семейного насилия. Предложенная командой концепция нацелена на оказание всесторонней поддержки людям, оказавшимся в этой трудной жизненной ситуации. Во-первых, нужно усилить просечение профилактики, то есть на всех уровнях, начиная от школы, университетов, там дальше есть. Мы от своей группы предложили идею создания общественных фондов, государственных организаций, либо частных организаций, которые будут заниматься психологической помощью, юридической помощью и разными видами помощи тем людям, которые оказались в бытовом насилии. И вот, в общем, такую идею предложили. Думаю, в будущем ее внедрят. Очень надеюсь на это. Завершение проекта запланировано на 30 ноября. А пока впереди период активной реализации предложенных идей. Анастасия Ершмидет, Карим Ертысак, Парад.